Ребята, горе. Погиб друг из моей бандитской группировки. Сейчас я покажу вам эти ужасные кадры. Ладно, поехали. Буду честен, после последней публикации от вас нет ни минуты продыха. Даже поспать нормально не даёте. А кто-то даже постоянно какую-то видюшку требует. Само собой, хоть какая-то активность уже вызывает возбуждение. На радостях два часа катался по полу, пока мать не вызвала мусоров. Естественно, это уже небольшой успех. Но только я начинаю привыкать к аширной жизни, как осознаю, что вас гулькину письку. Да уж, не получаю, наверное, ютубовскую кнопку. Но так и быть, я никуда не тороплюсь, подожду. Ещё тут у меня начали сравнивать с псом. Мол, смотри, как у него смешно, круто и гладко, а ты отброс. На таком фоне, я это я, а он сын подруги матери. Он огонь, я лёд, у нас есть различия. Поймите, отказаться от такого контента, это как отказаться от своих мыслей. И отдать свой канал на растерзание цыган. Мне правда хочется трудиться и делать более оригинальный контент. Просто времени нету. Вдобавок сложно творить, когда тебя не воспринимают всерьёз. Я не изверг, лайк и подписку не требую. Но в таких ситуациях моё внимание уходит совсем в другое русло. Всё, что хочется, это бездельно валяться. Благо, хоть кто-то напоминает, что нужно браться за дело. Но так и быть, давайте начнём. После предыдущего ролика я был удивлён тем, что многим нравится аниме. Естественно, данная новость отразилась и на мне. Я теперь даже не могу сходить нормально в душ без дурацких мыслей. Конечно же, есть те, кому предыдущий ролик не понравился. Ну что им можно сказать? На данном фоне появились и более агрессивные хейтеры, с которыми на словах навряд ли можно решить вопросы. Я думаю, что правильным решением будет дать вам пару уроков самообороны. Не важно, как выглядишь ты и твой противник, будь то он гопник или кабзон. Запомни, врага нужно бить его же оружием. Достань шпагу, сделай серьёзное лицо. И нанеси врагу критический удар. Ну а если вы решили справиться с проблемой более изящно, представьте, что вы Ягами Лайт. Рассчитайте все действия противника и нанесите контрудар. Также можно использовать психологическую ловушку. И в момент, когда противник отвлёкся, нанести удар в щи. В моём же случае мне не нужна самооборона, карма сама настигает моих врагов. Но главное помни, всегда нужно уметь прощать своих обидчиков. Но тут вы сами знаете, Леопольд хуни не скажет. Вообще, изначально у меня была идея рассказать вам про визуальные новеллы. Но так ролик получился бы слишком длинным. Поверьте, я видел много новелл. Но вот сделать видюшку, по ним руки как-то не доходили. Но так и быть, одну из них сегодня мы рассмотрим. Я не думаю, что наши разработчики как-то отстают от конкурентов. Поэтому обозревать мы будем исконно русскую новеллу. Знающие ребята уже ждут шутейки про сахар и суисайд. Но для тех, кто слышит про данную новеллу впервые, ребята, хочу предупредить. Это дерьмо реально затягивает, отступитесь пока не поздно. Специально для вас я нашёл реалистичный отрывок трейлера игры. Ну вот и всё, ты в капкане. Единственное, что тебе остаётся, выбрать вайфу, честь которой ты будешь отстаивать в интернетах. Ну ладно, давайте перейдём к геймплею и сюжетной составляющей. Всё, что нужно делать, это читать и иногда делать выбор. В этом и есть вся изюминка новелл. Потому что ты показываешь, кто ты есть по жизни, а от твоих решений меняется сюжет. А что касается самого сюжета, ну скажем так, на вопрос какой сейчас год, где ты находишься и как отсюда выбраться, бабы не ответят, а вот потрахаться не откажутся. Вообще игра может разорвать тебе сердце, ведь ты оснаёшь, что всё, что происходило с тобой там, никогда не произойдёт с тобой в реальной жизни. А от этого уже появляется шиза и измена. Ты везде видишь своих старых добрых друзей. И каждая знакомая ситуация вводит тебя в депрессию. Ты начинаешь жалеть о принятых решениях и кажется, что выход только один. Вот здесь главное поймать себя на позитивной мысли, но главное не спиться. А лучше сразу пойти на лечение к специалисту. Тут уж вы меня поймите, я не собираюсь подстрекать вас на неправильное решение. У меня даже всё равно с кем у вас будут мутки, но данную новеллу я буду защищать до последнего. Если вас, конечно, совсем кроет, могу порекомендовать японскую монополию. Если чё, могу скинуть. Ладно, давайте уже завершим это блядство. Ну и подведём итог. Пользуясь случаем, хочу ответить на вопросы одной из подписчиц с ВК. Ах, блядь, точно, что же надо кинуть? В описании, короче. Так вот вопрос. Блядь. Да, но только жареных. Ребята, если у вас будут идеи насчёт видео или темы, пишите мне, я люблю общаться. У меня даже на БАДу рейтинг больше 7. Могу обозревать для вас всё, что угодно. Аниме, доту, стрижку ногтей. Главное, стимул дайте. Сами видите, я за третьи сутки делаю третий видос, а вы смотрите минутные обзоры токийского гуля, который выходит раз в неделю. Как-то неправильно, да, братишка? Ладно, всё, снюхаемся. Хватит тебе не ухать.